Всем привет и так что новенького на доме 2 и за периметром. Почему Алена Савкина была вчера такая счастливая? Девушка цветет и пахнет. Дело в том, что Алена и Илья отнесли заявление в ЗАГС. Приехали за 15 минут до закрытия. Девушка забрала у них паспорта. Все честно, ребята не врут. Церемония бракосочетания состоится 9 июля. Это будет роспись для двоих. Это не семейство, пишут в комментариях. Это зоопарк, честное слово. Лишь бы за кого, но выйти замуж. Через месяц побежит разводиться. Через месяц она уже беременная будет. Они стоят друг друга. В эфирах показывают интересное. Как Катю Горину понесло и она наговорила гадостей Натальи Рейнашвили. У тебя башка, говорит, как качан, не варит. У тебя мозгов нету. Такое ощущение, что тебе лет 15. Ты школу не закончила. Ты социально не адаптирована. По тебе плачет класс коррекции. У тебя совсем нет интеллекта. Ну, так-то она права, пишут в комментариях. В сети обсуждают драку между Адеевым и Ильей Семиным. На Дом 2 Реалити уже опубликовали видео на резку будущего эфира. Ну, наконец-то мордобой, пишут в комментариях. Лёха опытный боец, завалил сопляка. Тот аж в ёлке убежал. Хорошая драка, но мало. И самое главное, никого не жаль. Причина драки – какая-то невинная шутка. Адеев повеселил публику. Он вел прямой эфир, во время которого Аня Брянская вышла из души, в чем мать родила. Адеев, увидев это, сразу навел на девушку телефон. При этом сделал вид, якобы всё произошло случайно. Чего не сделаешь ради пиара. Даже подставить свою девушку не грех. Правильно Лесковец про него сказала, что он гаденький и подленький. У зрителей Дома 2 появилась прекрасная возможность поздравить своих друзей, родных и любимых через телепроект. Всего лишь нужно зайти в официальный аккаунт и оставить комментарий, когда, кого и с чем поздравить. Дом 2 поздравит вас в прямом эфире, начиная с 11 июня. А теперь фотографии красавиц, выпускниц Дома 2 с премией Муз ТВ. Ольга Бузова на этот раз осталась без тарелки. Она боролась за победу в одной номинации «Лучшее женское видео». Но её обошла Светлана Лобода. Ну а про Марго пишут, что у неё был лучший образ на премии. Необыкновенная красотка, к тому же талантливая. У Овсяникова ещё всё впереди. Глеб Жемчугов публикует ретро-фото. Он сравнил свою жизнь и жизнь Сергея Пынзаря. Пишет, у Серёги двое детей, жена, бизнес, он ведущий Дома 2. Ребята, умоляю вас, не употребляйте запрещенные препараты. Не тратьте свою жизнь впустую. Ира Пингвинова публикует новые фотографии с праздника. Как вы помните, Милане отмечали 6 месяцев со дня рождения. Мы окунаемся в детство, пишет, и это прекрасно. Новые фотографии от Иры Пинчук и Араи Чебаняна. Никто не верил, пишет Ира, да и мы сами, что спустя время создадим свою семью. Свой мир, в котором будем безумно счастливы. Строкова и Африкантова гуляют со своими мамочками. Мы на них очень похожи, пишет Таня. Аня и Валера Блюменкранц помирились. Гулёна получил прощение. Ребята вместе откушали в турецком ресторанчике. А потом гуляли в большой дружной компании бывших участников Дома-2. Вместе с Купинами, с Безбородовой, Стрелковым и Кобелевой катались на катере. Ребята в Питере не скучают. Журнал Дом-2 пишет про пугающую худобу Настика Червей. При росте 1,69 метра она весит всего 44 килограмма. На Доме-2 появилась новая рубрика «Гав-новости». Вести её будет Глеб Жемчугов. Он с юмором будет рассказывать о жизни участников проекта. Ольга Орлова рассказала о планах на ближайшее будущее. Она собирается выйти замуж за своего избранника, бизнесмена Валерия. Ольга скрывает его лицо, но папарацци не раз уже фотографировали влюблённую парочку. На этом всё. Подписывайтесь, будем сплетничать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова